2022 год 80-летия подвига героя Советского Союза Алексея Моресьева. Серию мероприятий, посвященных знаменательному событию, 5 апреля открыла встреча в Центре Патриотического Воспитания имени нашего прославленного земляка. 5 апреля, ровно 80 лет назад, наш земляк-летчик начал свой путь к известности за волю к жизни, за стойкость, за умение побеждать в самых трудных ситуациях. Его называли человеком мира, национальным символом России, настоящим человеком. Уникальная биография Алексея Моресьева, его мужество, целеустремленность и феноменальная сила духа вызывают восхищение у миллионов людей по всему миру. Для тех, кто помнит историю нашей Родины и чтит ее героев, легендарный летчик и сегодня служит примером для подражания. Имя Алексея Петровича – синоним слова «подвиг» для воспитанников патриотического движения юные моресьевцы-наследники Победы из Центра Спектр, а также студентов Камышинского индустриально-педагогического колледжа. Врачи его смотрели долго и вывод сделали один. Лишь сила воли, чувство долга его оставили в живых. Хочу воспеть я с гордостью безмерно героя с удивительной судьбой, который обладал особой верой, чье имя носит колледж наш родной. Подвиг Алексея Моресьева вдохновляет людей на творчество. Имя героя прославляется до сих пор. Кроме знаменитой повести о настоящем человеке Бориса Полевого, также известны книги «Возвращение», «Преодоление» и многие другие. В их числе недавно вышедшая книга «Легендарный Моресьев», экземпляр которой получили все участники мероприятия. В дар музею ее передал историк и краевед Вячеслав Шамаев, один из авторов книги «Возвращение». А вот это, видите, что вы помните. Эту книгу прислали с Сахалина. И здесь есть материал среди героев Советского Союза, известных сахалинцев. Здесь есть материал и в нашем земляке Алексея Петровича Моресьева. Пожалуйста. Это тоже важно. Спасибо. Всего доброго вам. На Сахалине в авиапогранотряде Алексей Петрович проходил срочную службу. Отрадно, что память о героическом земляке бережно хранят не только жители Камышина. Подобные встречи 5 апреля также прошли в городе Балагое, в Алдайском районе Новгородской области и Хабаровском крае. Как и родной Камышин, Моресьев любил Комсомольск-на-Амуре. Город, ставший для него особенным. Там, на комсомольских стройках, прошла его юность. Там он впервые поднялся в небо. Комсомольчане никогда его не забывали. Не забывал Комсомольск-на-Амуре и его жители Алексей Петрович Моресьев. В 1977 году городскими властями было принято решение присвоить звание почетных гражданин города Комсомольска-на-Амуре Алексею Петровичу Моресьеву. В 2005 году на центральном городском проспекте, проспекте мира, был открыт бюст Алексея Петровича. И каждый год, 8 мая, комсомольчане собираются здесь для того, чтобы возложить цветы к бюсту героям. Вместе с видеообращением к камышанам комсомольчане прислали на родину Моресьева небольшой документальный фильм, рассказывающий о жизни и работе Алексея Петровича на Дальнем Востоке. Его авторы – специалисты центральной городской библиотеки Комсомольска-на-Амуре. Про Моресьеву знают на всех континентах. Это нам с вами повезло – жить в Камышине, родине Алексея Петровича. Если мы будем с вами знать, гордиться и равняться на Моресьеву, наша родина всегда будет мощной, сильной, непобедимой и достойной. В России 2022 год объявлен годом нематериального культурного наследия нашей страны. Символично, что именно в этом году отмечается 80-летие подвига Алексея Моресьева. Ведь истинный патриотизм – это основа данного наследия.